Nothing Else Matters группы Металлика Казалось бы, что еще на тысячи голосов не рассказали вам об этой великой балладе многочисленные блогеры? Они не рассказали только правду После выхода в 1989 году мега-крутого альбома Dr. Feelgood у группы Motley Crue Дальновидный Ларс Ульрих предложил коллегам пригласить спродюсировавшего Dr. Feelgood Боба Рока к участию в работе над новым альбомом Зачем группе, выпустившей один за другим мега-успешные суперметаллические Master of Puppets И Adjusted for All Понадобился этот канадский попсовик На рубеже 90-х в мировой музыке началась глобальная трансформация звука Если вы сравните хиты 80-х и 90-х, вы заметите, что у всей музыки в начале 90-х появились басы Именно альбом Dr. Feelgood Motley Crue Оказался первым успешным альбомом металистов, выдавшим крепкий бас Эти самые басы Металлика и пожелала услышать в своем новом альбоме Однако отношения с Бобом Роком у музыкантов задались не сразу Джеймс и Ларс думали, что вот сейчас они, как обычно, напишут, запишут новые песни А Боб Рок просто навалит жирку по низам, как в альбоме Motley Crue Но не тут-то было Нарисовав в голове определенное звучание, Боб Рок потребовал изменить подход Металлики к работе над песнями Поэтому даже Джейсон Ньюстед, который, по идее, должен был бы радоваться перспективе услышать свой бас Возмутился больше всех, почуяв, что группу сваливают в попсу Кстати, еще больше всего Джейсон протестовал против записи Nothing Calls Matters Впрочем, Джеймс Кэтфилл тоже был не в восторге от нее На записи Nothing Calls Matters настаивали только Ларс Ульрих и Боб Рок Что в какой-то момент крепко рассорило музыкантов А уж ссоры во время записи альбома Металлика — это и вовсе отдельная тема Музыканты ругались с Бобом Роком на студиях в Ванкувере, в Калифорнии, в Британской Колумбии Накал достиг такого уровня, что в этот самый период Ларс Ульрих и Киркхэма даже развелись с женами А Джеймс Хэтфилд поставил к черту свою очередную подружку Именно поэтому история о том, что песню Джеймс написал сидя в отеле с гитарой в руках И воркуя по телефону с подружкой, наигрывая свободной рукой тот самый перебор в ми-миноре Увы, это фейк Когда во время интервью для радиосети Sirius XM у Джеймса Хэтфилда спросили все-таки Кто была та девушка, с которой он говорил по телефону, когда написал Nothing Calls Matters Он сильно удивился вопросу Ведь, как я уже сказал, в тот момент он был один Хотя первые строчки песни навевали каждому фанату обратное Мы близки, как бы ни были мы далеко Это в сердцебиении каждому Доверяя друг другу всегда и легко Ну а все остальное не важно Так откуда же взялась история о телефонном разговоре с девушкой в отеле? Как всегда, девушку придумали пиарщики, издавшие альбом Electro Records Ведь музыку в современном мире продают не только мелодия и талант музыканта А и иногда откровенно вымышленная история, в которую эту музыку упаковывают пиарщики Не вымышленно лишь то, что Nothing Calls Matters Одна из немногих песен в записи которой вообще не участвовал Кирк Хэммет Все гитарные партии Джеймс сыграл сам Что перфекционизм Хэтфилда и Ульриха и скандалы с Бобом Роком Довели бюджет записи альбома до миллиона долларов И то, что вот уже больше 30 лет Баллада Nothing Calls Matters настолько популярна, что все остальное действительно не важно Важно то, что новая история появится уже завтра Здесь, на канале, откуда ноты растут